Так, ладно, я попробую не обращать внимания, ох уж это железо, с которым я не умею работать, надеюсь все помолчит, посмешило, так, и так, 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 продолжается спор. Не за что, пишет Александр, она спорами проникает по разобойной, проставит прямо по живому, живет долго, пока не просят насквозь и не даст нам новые споры. Так, Арсен, вот, я видела всегда на разобойных и других равных, понял, спасибо. Так, Александр Выборг, правда ли, что Антоновка обладает неповторимой арабатой, как она на вкус? У меня гайморит, для меня все Антоновки одинаковы, но утверждают, что наша сибирская Антоновка, сибирский вариант, невероятным арабатом, нюхают, балдеют, кроме меня. Ну, другие утверждают, да, наш сибирский вариант, а Антоновка, Антоновки рознь, где-то уже есть Антоновка безвкусная, тем более, если ее называют Антоновкой, на самом деле она к Антоновке отношения не имеет, особенно если на рынке купите. Так, Оресников, спасибо, Валерий Корсенович, хватит, два черенка размножу, а за перчики отдельно, спасибо, ну, все, мы с Антоновым остались друзьями. Вот, Александр, Валерий Корсенович, я слушаю, не сначала, говорили противники, уже нарезайте, хотел бы позже заказать, еще тепло, у нас холодильника для них нет, к сожалению, хотел хранить упаковку в мешке с опилом под снегом, а планирую взять штук пять абрикосов, черенков, две сливы, возможно, груши, яблок, но позже каталога еще нет, каталог есть, но куцей, значит, скорее всего, в этом году не будет черенков от человека, который, у нас все уникально, чернобай уникально, у него уникально, и третий наш, нашего, как его назвать, клуб, секта, третий основной участник, это Тотаро Владимир Александрович, вот, с ним договориться не получилось, пока не получилось, возможно, не получится, поэтому каталоги, там, где его сорта, фирменные, там стоят прочерки, вот, а такой каталог, который без него, он уже есть, и я сейчас отвечу, вот, сколько вопросов, как бы сегодня закончить, ну, попробуем все равно добить сегодня, итак, смотрите, дело в том, что самый трудный момент, с грушами, ладно, хорошие груши прислал, сорта, нарезал мне чернобаев, и у меня своих полносами видели, а вот, из-за того пожара на острове, у меня большой прокол по абрикосам, ой, по яблоням, и вот мне присылает бешерки тайку, 30 штук, хохол 2, ну, это этот самый, бере, присылает чернобаев, 5 штук всего-то, вот, свекольный, я вам показывал, хвастался, который, на разрезе красный, 20 штук, формел, 10, лимонка, 12, аппорт, 14, причем именно крово-красный, квинти, ну, где-то тут трудно видно, 20 или что ли, тут трудно видно, это еще, что он прислал, а я к этому практически ничего добавить не могу, вот это все уйдет со свистом в течение 1-2 недели, почему, я человеком 30-40 говорил, как, ждите середины ноября, но я не ожидал, что до 12 мороза наступят раньше, тут ничего-то не поймешь, то тепло-тепло, потом бах, вот, и сейчас все завалено снегом, сад спит, я спокойно режу, но чернобаев вчера нарезал, ну, это 5, 10, 20, 10, 20, 70, это все на всю семью, на всю Россию, вот, по глушим проблем не будет, по абрикосам проблем не будет, у меня их больше, чем во всей науке российской, а, чернков, а по следам, да, тут прокол будет, может быть, первые недели, 2-3, может, до Нового года хватит своих, а если Чернобаев, это, ой, не Чернобаев, Тотаров не нарежет для нас, значит, будут прочерки стоять, как сейчас стоят, вот такой каталог, я могу выставить, только просьба, запросите его, например, написав мне письмо на мой электронный адрес, на мой электронный адрес, вот я как мог вам ответил, а что касается места для продуктов свинков, вот, косточек, как вы написали, продукты, будем голодать, да, я так понял, раз мяса не будет, но для свинкова мяса найдете, я так понял, а если вы мне говорите, что это, освободите место, у меня, слава богу, уже зима, мне уже места в холодильнике не нужно, так, Арсен, у меня подрастает сельс из вашего кочика абрикоса на андрушку, от брата вашего Юрия, благодарю Юрия, они еще тонкие, для привыки неудобные, значит, у вас почва не та, у меня они такие вырастают, что за один год, что уже привить трудно, один к одному, даже это есть, в сугробе, значит, у вас не все в порядке с почвой, в сугробе же стабильнее, меньше риска, наверное, возможно, от передержки можно подержать в холодильнике до холодов на улице, можно подержать в холодильнике, можно подержать в сугробе, опасность в сугробе, это, значит, мыши, раз, вот, и мой 30-й опыт, один год держал, и у меня, к сожалению, не получилось толком, сейчас объясню, что я имею ввиду, я начитался, что надо хранить в сугробе, вот, я не поленился, я их еще сеткой обмотал, ну, они были в пакетах толстых, вот, еще обмотал сеткой от мышей, и положил прямо на снег, и закидал это, пришло, а сугроб был довольно солидный, все-таки, а потом пришла весна, уже все вокруг растаяло, сугроб не таял, я давай его разбивать, пришлось взять в руки даже лом, он почему-то весь заледенел, но это, я не вижу, что у всех так, вот, ну, вот, кое-как раздолбил, беру, достаю пакеты, у меня были тогда специальные пакеты, толстые такие, длинные, как мешки, длинные, длинные мешки, вот, я достаю, развязываю, еще раз не развязываю, я смотрю, значит, что я вижу, там полно льда, потом доказалось, что вся, хотя было бы укрыто от морозов, толстым слоем снега, выясняется, что весь лед испарился из, то есть, не лед, а благо испарился из мешочков, так, и в виде конденсата, в виде сухого порошка, ну, ледяного, льдинок, как песокный лед, лед, мелкий сухой лед, находилось прямо в этих пакетах, когда я достал саденцы, я схватился за голову, первые саденцы, а первые несколько веточек, они были сухие, сморчены, вот так, если вы видите, там вообще жизни не было, я оказался в страшной ситуации, я смотрел на это, что я натворил, закопав снег, и думал, все, а я остался где-то в посадочном материале, а я уже тогда начинал зарабатывать на питомнике, а у меня основное все, сад был небольшой, у меня все это уже было в пакетах, а пакеты оказались сморчены, там, черенки невероятные, я считал, что мертвые, ну, я все-таки изобретатель, как испытатель, я взял, занес тепло, проходит один день, что я вижу, в этих же неразвязанных пакетах полностью исчезает лед, полностью, достаю веточки, а они-то как живые, буквально живые, они опять все-все питали, вот, теперь же, не такие, вот такие, сейчас так удивился, я думаю, а из слуха я примью, обычно переживаемость, 70, 90, 100%, вот так вот, то есть, с одной стороны, мне этот способ не погиб, не погубился, черенки, они выжили, другой стороны, он мне вызвал аллергию, почему я уже объяснил, ну, а я храню для себя погреби, вот, в этих же пакетах, торцы замазаны, никаких этих, уложителей, хранение, просто погреби, на самом дне, температура зимой опускается до почти до ноля, вот, и на продажу, значит, балкон, и когда наступает критическая температура, то холодильник, все, точка, это называется, доклад окончен, так, идем дальше, у меня подрастает, а вы, написали, Юрий говорит, ага, через год буду в спортивной форме, значит, буду искать черенки для прививки, связь с Сергеем, железом налажена, буду заказывать, черенки для прививки, это ко мне, Сергеем железом этим вообще не занимается, только ко мне, так, Александр, да, я понимаю, Антон, но я не контролирую температуру, там он открывается, по сто раз на день, да, холодильник, это такое, сто раз на день, вы правы, температура сильно гуляется, в грубе, это, я не знаю, как с черенками, не дай бог, просу старое время и выбросите, это да, а что касается косочек, это такой, из-за этих хлопаней холодильников, они становятся настолько раньше, просыпаются, что потом не знают, куда идти девать, на улице снега, а они уже проснулись, ура, проснулись, а толку, так, сугроби стабильнее, меньше риска, ну, я своего, я сказал, откуда мне горьи, возможно, конечно, на передержку, можно подержать холодильники, до холода, на улице, так, а лесникам, ничего страшного, что будет температура гулять, вы же его не на пол, составляете, открыть, у меня все кучки, орехи, другие сына хранятся, обычно холодильники, с продуктами, там же буду чайники держать, а если есть сомнение, то положите яйца, в разные корзины, кстати, тягу нельзя собирать, с нижней части дерева, до метра от земли, так, Александр, вижу, просто у него меньше полезных веществ, и, наверное, последнее письмо, Валерий Костин, спасибо за вебинар, если посылку еще не отправили, то можете добавить, хотя бы по одному очерку, без фарки-тайки, свекольни, он всегда так губу раскатывает, значит, это, вы знаете, ваша посылка уже собрана, ну-ка, ой-ой-ой, ну, потом окажется, кажется, в связи с тем, что я никогда на выходные не отправляю на почту, чтобы не портилось тепле, скорее всего, она у меня на балконе, при нуле так и лежит, вот, но она уже собрана, она уже запечатана, это 90%, у меня к вам просьба, завтра еще по WhatsApp, напишите, что хотели добавить, и черт, и свекольни, придется разрезать, распаковать, тоже проблема, бедная Юля, ага, не скрывайте, вы знаете, вы меня пожалели, да, вы меня пожалели, не скрывайте, но дело-то не в этом, скрывать или скрывать, дело в том, что нужно вам бельфиарить, свекольный, или не нужно, вот, так, все, я начинаю вас разочаровываться, скажем, форексникам, но я полшутя говорю, у меня хорошее настроение, особенно из-за того, что мне, мои косточки, сахарина возвращаются, в виде, свежих, детей, следующего поколения, это здорово, это прекрасно, это праздник, это еще, я не знаю, сколько их там, 10, 20 или 200, 300, вот, это сколько еще людей, сможет вырастить персик, вот, видите, откуда у меня хорошее настроение, насчет, подумайте еще, насчет, скрывать посылку, не скрывать, поверьте, я поворчал, но, если вы откажетесь от бельфиара и свекольный, я разочаруюсь, все, друзья, наверное, мы закончили, и кажется, пора, в этот раз полностью, третий час посвятили, письмам, что-то мне на языке держится, что-то мне держится, еще секунду подожду, что-то я хотел вам показать, что-то я хотел вам показать, ну попозже, ну попозже, а, вспомнил, еще на неделю расслабить не хочу, среди вас есть, вот такие люди, вот, которых я смело могу назвать своими друзьями, вот, сравнения этого не было, как-то было 300 рублей посылали, Арсен М, Арсен, это же как раз вы, ну-ка, ну-ка, я у меня, Арсен Костроман, ну и кто же еще, перевод 200 рублей, смотрите, приписка, спасибо, ваши абрикосы, и скотовский рассуд, это значит, что вы мне подарили 200 рублей, и, возможно, я вам еще листик фильм будет смонтировать, раз, вот, второе, это значит, что я вас не разочаровал, иначе, если бы вы этим самым, Беккеру бы, или еще как этим, отправили бы 200 рублей, в лучшем случае, если бы при встрече морду бы им набили, а мне прислали 200 рублей, я вам благодарен за это, вот, это символические 200 рублей, ну а это значит, что вы признаете, что я вам принес какую-то пользу, спасибо вам, и последний момент, приходит еще, перевод 200 рублей, ну без приписки, Маргарита Б, ну раз не 2000, не это, это значит, что тоже это подарок, согласны, вот, Маргарита, кажется, нет полностью имени, Маргарита Б, 200 рублей, я вам тоже очень благодарен, еще один фильм будет спонтирован, спасибо вам, огромное спасибо, поверьте, мы с братом, живем ради всех, вот, а та государственная премия, а та государственная премия, которая по нам плачет, она так и плачет, вот, оно заработано, мы уже сэкономили, миллиарды рублей, вот, а от вас по 200 рублей, это и есть признание, спасибо, вот теперь я знаю, что пора, полностью закончить этот разговор, а то вы все устали, до свидания, друзья, сибирякам, доли восторженщикам, спокойной ночи, остальным, приятного вечера, с праздником не поздравляю, до свидания. До свидания.